Безопасность, эффективность, простота – основные аксиомы искусства перемещения и преодоления препятствий. Паркур родился в городской среде, здесь же он и живет. Деревья, стены, крыши, парапеты и перила – это основные препятствия трейсера, с помощью которых он изучает возможности своего тела. Ивановским трейсерам повезло. Наш город вошел в число других 30 городов России, участвующих во всероссийском спортивном туре, в ходе которого в течение 46 дней команда лучших трейсеров России будет проводить мастер-классы по паркуру. Причем города выбирались не случайно, это те города, в которых паркур-сообщество уже сформировалось и себя осознало и готово к какому-то дальнейшему движению. Поэтому мы сейчас едем по этим городам, проводим открытые семинары, открытые тренировки. Проводит их непосредственно организация «Паркур-Сити», это общественная организация Санкт-Петербурга, которая ведет свою деятельность в Питере уже не первый год. На площадь Пушкина пришли молодые ребята, которые не считают себя профессионалами. Многие занимаются паркуром около года. О нем узнали через интернет и сразу загорелись этим экстремальным стилем жизни. Сначала я увидел ролики в интернете, как парни лазили по высоким зданиям с умопомрачительной скоростью. Мне очень понравилось, как они делают, мне понравилась их ловкость. Я с аренем решил тоже этим заняться. На самом деле я хочу посмотреть, как делают это профессионалы. Поскольку я занимаюсь меньше года, хочется узнать, чего можно достичь в этом. Паркур – искусство, овладеть которым может каждый. А женственность и хрупкость, как выяснилось, только в этом помогают. Честно говоря, я думаю, что паркур не имеет каких-то различий между парнями и девушками. Но главное, что внутри есть огонек, есть желание двигаться, развиваться. Мне нравится двигаться, прыгать, бегать, доставлять наслаждение. Специально для тренировки была смонтирована передвижная паркур-площадка с конструкциями, имитирующими городские джунгли. Здесь опытные трейсеры делились основными знаниями, приемами и секретами перемещения в пространстве. Главной идеей паркура является принцип, сформулированный самим основателем этого движения Давидом Беллем. Нет никаких границ, есть лишь препятствия. И любое препятствие можно преодолеть. При этом паркур не учит использовать какие-либо средства. Главным является собственное тело и его поведение в условиях здесь и сейчас. Для молодых трейсеров важно, что сейчас к ним перестали относиться как кучки сумасшедших и позволяют организовывать такие обучающие туры, помогая им развивать этот необычный вид спорта. Несмотря на мировую известность паркура, в нашей стране это движение стало набирать обороты относительно недавно. И уже сегодня мы одни из лучших. Если учитывать то, что сейчас в интернете все говорят на какой-нибудь элемент или сложный трюк, о боже мой, ты русский, то можно прийти к выводу, что Россия сейчас, так скажем, лидер в этом. То есть она сейчас движет паркур, она выводит его на новый уровень во всем мире. Ну а конкретно для нашего города возможность принять у себя таких экстремальных гостей – это очередной шаг на пути к званию молодежной столицы. Очень важны такие мероприятия, такого плана, потому что, во-первых, это очень тесно связано с молодежью. А как мы знаем с вами, Иванова стала финалистом конкурса «Молодежная столица Европы-2015». И я думаю, что подобная активность и подобные события приближают нас к победе.